Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Светлый Гороскоп, и с вами я, ваш личный астролог Борисова Светлана Станиславовна. Сегодня мои золотые рыбки, рыбки солнечные, рыбки лунные, а также у всех, у кого асцендент в знаке рыбы, этот гороскоп для вас. Это информация значимого события для вас. Почему я начинаю с вас этот гороскоп? Потому что вы звезды, и ваш звездный час наступил. У вас будет такой день, о котором, может быть, мечтают многие в нашей жизни, но не для всех он бывает. Даже прожив всю жизнь, не все получают вот такой вот шанс загадывать желания в космос и быть услышанными. А у вас этот день будет, но об этом дне я скажу чуть позже. Итак, Юпитер, ваш второй управитель, входит в ваш знак. Это прекрасное, чудесное событие, потому что первый ваш управитель – это Нептун, а Юпитер – это второй ваш управитель, и они как раз-таки встречаются в вашем знаке. Еще будет одно чудесное событие соединения этих двух планет, о которых я как раз-таки скажу позже, когда вы сможете загадывать желания. Но мы сейчас с вами пройдемся, какие события у вас будут в 2021 и в 2022 году. Так как это первый дом, это личность, это внешность, конечно, здесь вы будете меняться, полностью меняться. И первый дом – это вообще счастье. Юпитер дает расширение во всех сферах. Здесь может произойти у каждой рыбки все, что угодно. И сразу же хочу сказать, что первый дом, как раз-таки он стоит напротив седьмого дома. Седьмой дом – это партнерство и брак, клиентура, опять-таки. Все в вашей жизни будет меняться в лучшую сторону, потому что Юпитер – это планета расширения и дает очень много вам положительных возможностей. Но также еще планета Юпитер – расширение в первом доме может дать вам лишний вес. Если вы не используете шансы расширения во внешних каких-то действиях своих, то вы будете тогда расширяться именно физически, физическое дело. Что здесь может быть? Здесь может быть однозначно гарантированный успех. Это 2021-2022 – это гарантированный успех у всех рыбок. Грандиозные будут возможности. Вы можете увидеть возможности, о которых даже не мечтали, даже не подозревали, что такое может быть в вашей жизни. Это могут быть новые проекты, новый старт в вашей жизни, новый статусность личности, новый профессионализм может быть. Вы можете уже выглядеть, быть популярными, значимыми. Внешне вы точно будете меняться. Наверняка многие из вас сменят имидж. Что касается прически, что касается вашей одежды, может быть, даже кто-то будет делать пластику, пластическую хирургию своей внешности. Кто-то займётся спортом, сядет на диету, то есть ваша фигура будет меняться, ваше лицо будет меняться. И причём всё это будет, и все эти изменения будут в лучшую сторону. Юпитер – это счастье и успех. Первый дом – это дом личности, как я уже сказала, и Юпитер принесёт возможности вообще в любую абсолютно сферу вашей жизни. И в сфере личной жизни может что-то поменяться. Кто ищет партнёра, обязательно найдёт себе партнёра. Кто захочет завести ребёнка, обязательно забеременеет, родить. Если долгое время не получалось, то вот это момент, когда у вас всё получится. В карьере, в работе, то есть и работа по-новому у вас откроется, будет карьерный рост. Может быть, вы захотите заниматься частным предпринимательством, индивидуальным предпринимательством. У вас получится и пойдёт это всё на рост, всё на рост. Появится ребёнок, как я вам уже и сказала. Но вот опасность набрать лишний вес, если вы не будете пользоваться теми возможностями, которые вам даёт Юпитер. То есть расширение произойдёт в любом случае, но в каком, да, либо в физическом теле, либо на ваших возможностях – это уже выбор за вами. Только за вами, дорогие мои друзья. Итак, Юпитер расширяет тело, как я и сказала. И Юпитер в первом доме, и мы получаем энергию. Мы получаем. То есть Юпитер нам даёт положительную энергию, как бы авансом даёт. И мы, конечно, нужно пробовать себя в различных сферах. Абсолютно. Если, конечно же, человек сидит дома, ничего не делает, да, палец о палец не ударил, естественно, Юпитер, что бы вам ни давал и ни предлагал, это всё пройдёт мимо вас. Поэтому здесь нужно активничать, здесь нужно пользоваться моментом. Потому что есть такие люди, которые сидят на попе ровно, дома на диванчике плюют в потолок и говорят, ну как же так? Нам все астрологи мира пообещали, что тут манна небесная упадёт нам на голову, а вот я сижу тут на диване, и ничего мне не падает. Падает только тому, ребята, кто встаёт и что-то делает. Когда вам что-то предлагается, вы должны это брать и пользоваться этим. И не только пользоваться, да, вы должны ещё достигать каких-то успехов, идти к этому, к тому, к чему вы стремитесь. Далее, как только Юпитер в 2022 году перейдёт в Овен, вы почувствуете результат вашей деятельности, вашего труда. Сейчас у вас, знаете, такое будет состояние, как будто бы вот вы разрываетесь на части, вы не знаете, за что браться. Вам и за то хочется взяться, и за то, и там у вас получается, и там у вас получается. И вы думаете, что, что нужно делать, чтобы что-то оставить, да, но у вас действительно вот такое вот расширение идёт. И результаты как раз-таки вы получите уже тогда, когда Юпитер перейдёт знакомо. Это уже в конце декабря 2022 года это всё произойдёт. Вы ощутите результат. Вы начинаете добиваться именно сейчас, во время транзита Юпитера в рыбах, и результат уже только в конце 2022 года вы почувствуете. Сейчас ощущение, когда вот вы разрываетесь, но летом и осенью 2022 года вы ощутите уже результаты вашей нынешней деятельности. Запомните это, можете даже записать, возьмите ручку, карандаш, записывайте. Внешность, как я и сказала, станет яркая, возможно, авторитетная внешность. Вы начнёте покупать дорогие вещи, дорогие изысканные вещи, может быть, даже строгие деловые костюмы какие-то, чтобы показать себя, насколько вы авторитетны, насколько вы популярны, да, пользуетесь спросом, или ваша деятельность пользуется спросом. Здесь сильнее всего ощутят этот транзит рыбы первой и третьей декады. Рыбы первой декады ощутят счастье, счастье, радость, которую дарит вам Юпитер с 14 мая по 29 июля 2021 года. Это будет первый шанс, когда вам Юпитер дарит. И второй шанс у вас будет с 3 декабря до конца 2022 года. А с 3 декабря 2021 года. То есть вот второй шанс у вас будет. Что касается рыбок третьей декады, у вас даётся также два шанса. Это конец марта 2022 года по 11 мая 2022 года. И второй шанс будет у вас с 29 октября по 22, вернее, я извиняюсь, с 29 октября по 22 декабря 2022 года. То есть у рыбок первой и второй декады будет два шанса. А вот у рыб второй декады будет только один шанс, только один период, который вам дарит Юпитер. И вам нельзя будет уже ошибиться. Если рыбы первой и второй декады ещё могут пересмотреть и переделать их, если что-то не успели взять от этой жизни, то они могут взять второй шанс, да, такой. То у рыб второй декады будет только один шанс. Ну и это прекрасно. И конечно же день, день чудес, успеха и загадывания желаний, дорогие мои рыбки. И это 10 апреля 2022 года, когда будут соединяться два ваших управителя Юпитер и Нептун. И это прекраснейшее событие, когда вы можете загадывать желания, вы можете проводить различные ритуалы. Поверьте, что вот такие вот соединения, да, люди порой ждут всю жизнь. И кстати, не каждый может дождаться, не у каждого такое событие может случиться на протяжении всей жизни. А вот у вас сейчас эта возможность есть загадать желание. Загадать желание. И конечно, люди, рожденные с 12 по 15 марта, любого года абсолютно, вы счастливчики. У вас просто эти два года проиграются, ну, не то что на 100, я думаю, что даже на 101%. Так что берите то, что вам дает Юпитер. Вот такие вот новости, дорогие мои рыбки. Я надеюсь, вам эта информация понравилась. Не забывайте подписываться, кто еще не подписался. И конечно, ставьте большой пальчик вверху, мне будет очень приятно. Делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. А я желаю вам всем мира, добра и счастья. Верьте в мечту. Мечты сбываются и ваша мечта сбудется обязательно. Пишите в комментариях, мечты сбываются. А с вами была я, ваша Светлана. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok